Тем временем в Северном школьнике защищают свои научно-исследовательские работы. Представили 17 проектов. Темы от селекции растений до реконструкции ландшафтов геологического прошлого. Елена Кинт расскажет подробнее. На этом слайде прошу период пущения растений, пускания усов. В данном случае это полевой, то есть арбуз, а это подбой, то есть тыквы. Виктория Уцких подробно рассказывает, как скрещивала арбуз с тыквой. В результате эксперимента получила новый вид. Под названием «Арботык». Взяла стебель арбуза, вставила в разрез стебля тыквы, так, чтобы семидольные лесочки легли крестиком. То есть, чтобы арбуз прижился к тыкве. Так они росли вместе. На вкус он был такой приятный вкус, но не сладкий, потому что больше всего там тыквы было, а не арбуза. Письма, открытки, телеграммы. Над докладом Анастасия Хмелева трудилась несколько месяцев. Беседовала с сотрудниками почтамта, проводила анкетирование односельчан. Сейчас люди больше пишут смс-ки, общаются где-то в интернете или по телефону. Но получать письма им все равно нравится. Вот, например, мы предложили написать нашим одноклассникам письма о летних каникулах и поздравить своих родителей с Новым годом. Все сразу согласились, потому что было необычно и интересно рассказать на бумаге. Томаты, меры длины, полиоландшафты. Темы для исследований школьники выбирают разные. Например, десятиклассница Мария Балашова представляет работу по социологии. Инвалидность – не признак неравенства. Я изучила жизнь людей с ограниченными возможностями более глубоко. Стала понимать, в каких ситуациях что они чувствуют. Разницы между инвалидом и здоровым человеком я не вижу, потому что инвалидность – это какая-то индивидуальная черта человека, а не что-то чужое, непонятное, что общество может отталкивать. В исследованиях школьники Северного не новички. Ученическая конференция проходит шестой раз. Обсуждают не только результаты своих открытий, учатся мыслить и спорить. Победитель будет именно выявлен, вот именно по презентации своей работы, как он выступит, как он представит свою работу, как сможет рассказать. Поэтому конкуренция была действительно очень высока и работы достойные, их приятно было читать. Из представленных 17 проектов в финал вышли 11. Авторы лучших получили дипломы, а организаторам теперь предстоит выбрать, какая работа будет представлена на областном туре юных исследователей. Елена Кинт, Андрей Ильдеров, Новости ОТС.